Интернет сегодня универсальная площадка. Здесь мы не только общаемся, слушаем музыку и смотрим видео, но и совершаем покупки. Онлайн платежи и переводы. Это легко и удобно, но важно учитывать риски. Мошенники тоже освоили новые технологии. Одним из основных видов мошенничества стали якобы звонки из банка. Если вам звонят и просят сказать пин-код, три цифры на обороте вашей карты, CVC-код, либо сообщить секретный пароль из SMS-сообщения, положите трубку. Если вам поступил звонок и говорят о том, что ваша карта заблокирована, или по вашему счету проведена подозрительная операция, прервите данный разговор. Чтобы выяснить все подробности финансовой операции, в банк нужно позвонить по телефону, который необходимо посмотреть на официальном сайте финансовой организации. Эксперты Волговятского Главного управления Центрального банка и Главного управления МВД России по Нижегородской области инициировали совместный просветительский интернет-проект. Собрали наиболее распространенные схемы мошенничества и дали рекомендации, как не попасться на уловки злоумышленников. Карточки с полезными советами можно найти в социальных сетях. Как правило, злоумышленник обращается к своей житии по имени и отчеству, уверенно оперируясь сведениями о счетах. Люди, которые звонят, могут переключить вас с одного телефона на другой, якобы следующему сотруднику, компетенции которого относится защита ваших средств. Он предлагает перевести денежные средства на безопасный счет, либо направляет на телефонную ссылку, по которой необходимо пройти. Все эти манипуляции направлены на то, чтобы перевести ваши сбережения на счет мошенников. Другой пример. Вы получаете сообщение от неизвестного, что на баланс вашего телефона якобы ошибочно переведены деньги. Рассчитывая на вашу невнимательность, мошенники просят вернуть деньги. Эксперты отмечают, не спешите выполнять просьбы расставаться с деньгами, а сначала проверьте баланс. Сотрудники Главного управления МВД России по Нижегородской области и эксперты банковской сферы проанализировали, какие схемы активнее всего применяют злоумышленники, чтобы получить чужие деньги. И с учетом этого были подготовлены наглядные советы, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы сохранить свои сбережения. Полиция просит прислушаться к рекомендациям и довести их до старшего поколения своих семей, друзей и знакомых. Элементарные правила кибербезопасности следует помнить и соблюдать всем без исключения, ведь преступники делают ставку на невнимательность, доверчивость и жажду быстрых денег. Но если злоумышленникам все же удалось обмануть вас или ваших близких, обратитесь в правоохранительные органы. Юлия Калинина, Екатерина Васильева. Время новостей.